Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим наиболее часто встречающиеся позиции со связкой правого фланга, а также позиции со связкой правого фланга, которые встречаются не так часто, но в которых есть типичные приемы, которые полезно запомнить. Первая позиция 4 на 4. Ход черных. Это фрагмент из партии двух сильных шашисток Елены Соркиной и Ироиды Спаской. В партии черные ошиблись. Есть два хода FG7 и FE7. Один ход ведет к поражению и черные сыграли FE7. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых с помощью жертвы шашки. Белые в начале размениваются. FE5. И видите, на ход АБ4 последует БА3 и черным некуда ходить. Поэтому черные в партии сыграли СБ4. Кажется, ничего страшного. Сейчас последует прорыв в дамки. Допустим, на БЦ3 будет БА3. Затем черные пожертвуют шашку и добьются ничьей. Ничего страшного, кажется. На самом деле, белые в этой позиции жертвуют шашку. Сами первые. И затем связывают черных. И ничьей здесь у черных нет. Остается только с даткой. Поэтому в партии надо было играть именно FG7. Теперь уже белые могут ошибиться. Есть два хода. FE5 и БА3. Подумайте, как бы вы сыграли в этой позиции. Код БА3, оказывается, за белых уже проигрывает. Черные меняются в центре СД4. Видите, грозят поставить рожон. Поэтому приходится меняться белым. А тут уже позиция 2 на 2 в пользу черных. Например, GF6, СД2, АБ4, ДЕ3, БЦ3. Приходится жертвовать шашку FG5. Ну, тогда черные сами жертвуют шашку HG3. И успевают раньше белых пройти в дамки и выиграть. Такие вроде бы незамысловатые позиции 4 на 4. Но даже здесь надо держать, что называется, ухо востро. Поэтому в этой позиции белым надо было играть не БА3, а ДЕ3. Теперь черные нападают и надо меняться. Другого нет. Бой, бой. Ну и тут все форсировано дальше. G6, СД2, FG5, ДЕ3, GH4, ДЕ4. Белые захватили центр и черным надо искать ничью. Далее возможно HG5, HG3, HG7. И в этой позиции подумайте, как бы вы сыграли за черных. GF2 или GH2. Инстинктивно, конечно, хочется сыграть GF2. Этот ход правильный. А вот ход GH2 уже проигрывает. Белые ставят дамку на F8. После постановки черными дамки на поле G1, белые играют дамкой на C5. Видите, грозит ловля дамки черных. После хода C на А7. А если черные играют GH2, тогда дамка черных попадает в петлю после хода ДЕ5. И черные проигрывают. Поэтому в этой позиции правильно, конечно же, было играть GF2. Ну и после хода GF8 ставим дамку именно на поле Е1. Белые еще пытаются как-то подавить. Играют дамкой на C5. Черные играют дамкой на H4. Грозят напасть по большой дороге. А если белые играют ДЕ5, тогда они, черные, играют АБ4. То есть грозят провести вторую шашку в дамке. А видите, такого хода нет, потому что черные разменивают тогда шашки. И ничья. Вот такая поучительная позиция. Вторая позиция уже более серьезная. Видите, у белых связка их правого фланга. То есть видите, вот эти пять шашек, они по сути не играют. Они связаны вот этими тремя шашками. То есть что мы видим? Одна шашка по сути, шашка Д4, противостоит сразу же трем шашкам черных. Учитывая эти обстоятельства, мы понимаем, что у черных должен быть выигрыш. Это действительно так. Позиция была детально проанализирована ленинградским мастером спорта Львом Раммом. У белых есть два хода, ДЦ5 и ДЕ5. Давайте рассмотрим оба. Если белые играют ДЕ5, тогда играем АБ4, ЕД6, ВЦ3. Белым надо жертвовать шашку ДЕ7 и проводить вот такой удар. ФЕ5. Бой-бой. Далее играем СД2. Видите, в этой позиции нельзя играть СБ6 или СД6, потому что черные поставят дамку на поле Е1 и угроза ЖФ4 будет неотразима с выигрышем. То же самое на ход СД6. То есть поставим дамку и угроза неотразима. Ну если же H2, тогда можно, допустим, не знаю, сюда сыграть. То есть дамкой на А5 и на такой ход уже ударчик проводим. Отдали одну шашку, вторую и выиграли. Поэтому в этой позиции после хода СД2 белым надо меняться вот таким образом. А тут у черных закономерный выигрыш. Ставим дамку так на поле С1. Но видите, СБ6 играть нельзя, потому что черные обрежут белый ход по ходу в дамке по двойнику с выигрышем. Если играть СД6, тогда уже играем HG3. С идеей, видите, отдать шашку. Белый побьет. И мы затем побьем две шашки с выигрышем. Поэтому белые здесь играют ДЕ5. Ну тогда черные могут выиграть таким образом. Просто меняемся. И видите, угроза ЖФ2 неотразима. А на такое нападение можно хотя бы таким образом выиграть. Так, еще возможен в этой позиции ход ДЕ5. На ДЕ5 просто меняемся ЖФ6. Ну и на СД6 просто нападаем с выигрышем. Тут ничего сложного нет. Так, рассмотрели ход ДЕ5. Теперь давайте рассмотрим ход ДЦ5. После ДЦ5 черные также выигрывают. Играем ДЕ7. И белым надо проводить комбинацию. ЕД4 и ДЕ5. Ну, СД6, видите, играть бесполезно. Черные бьют ДЕ7 на С5. Ну и после всех разменов, три шашки черных легко справляются с двумя шашками белых. Наиболее простой выигрыш такой. Играем СБ6. Не даем ФЕ5, ДЕ5 из-за ЖФ6. А на ход ЕФ4 снова играем ЖФ6. И на ФЕ5 уже меняемся. Остается играть только ДЦ5. Ну и видите, две шашки черных справляются с одной шашкой белых. С выигрышем. Поэтому в этой позиции белым надо пытаться прорваться в дамки после хода ДЕ5. А здесь выигрывает красивая присоска. АБ4. Только этот ход ведет к победе. Ну, видите, грозим побить три шашки. Поэтому белым приходится бить на А3. Теперь играем ЕД2. Допустим, АБ4. И тут проще всего поставить дамку на поле С1. То есть Лев Рам в своем анализе предлагал, по-моему, другой выигрыш. Мне кажется, вот этот выигрыш наиболее простой. Ну и у белых есть три хода. На БЦ5 мы уже выигрываем. Просто заходим в любки. Приходится жертвовать шашку. ЕФ6. Как-то сопротивляться. Тогда бьем Ж на Е5. Ну и после хода СБ6 бьем на А2. Белые играют БЦ7. Да, они проходят в дамки, но их дамка тут же ловится. Играем ЕД4. И видите, надо ставить дамку. Другого нет, а ставить некуда. На ход СД8 ловим дамку таким образом. А если белые ставят дамку на поле Б8, тогда отдаем шашку и снова ловим дамку белой с выигрышем. Так, это первый выигрыш. Второй выигрыш. Если белые играют на А5, то же самое. То есть заходим в любки. Надо жертвовать. Бьем на Е5. Ну и все сводится к этому варианту. Здесь вы уже видели выигрыш. Ставить дамку некуда. Ну и наконец, последний вариант в этой позиции. Если белые отдают шашку. ЖФ4. Играют БЦ5. Тогда в этой позиции проводим не замысловатую, но симпатичную комбинацию. Наиболее простой выигрыш. Щедро жертвуем дамку. Затем отдаем шашку. Еще одну шашку. Ну и эту позицию важно запомнить всем шашистам. То есть в этой позиции начинающий проигрывает. Из-за цукцванга. Белые играют. ФЕ3. Мы АЖ3. Ну и на ход ЕД4 жертвуем шашку. И ставим дамку. Белым приходится жертвовать шашку. Ну и после хода ФЕ5. Черная дамка легко справляется с одинокой шашкой белых. Друзья. Это позиция Льва Рама. Следующая позиция. Впервые возникла в партии Клеонский. Екубов с переменой цвета. Ход белых. Белые начинают и выигрывают. Довольно таки симпатичный выигрыш. Комбинационный. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют в БЦ3. И черным надо проводить комбинацию. ДЕ5 и ФЕ3. И здесь белым нельзя бить Д на Ф4. Надо бить именно Д6 на Ф4. Не Д2 на Ф4. А Д6 на Ф4. Ну видите. Сюда бить бесполезно. Потому что у белых лишняя шашка. Они здесь легко победят. А если черные бьют в дамке. А лучшего нет. То снова возникает уже рассмотренная перед этим нами позиция. То есть играем АЖ3. И ловим дамку черных. После ЖФ4. И видите. Снова 2 на 2. То есть СД6 АБ6. ДЕ5. БЦ7. Ставим дамку. Черные жертвуют шашку. Пытаются прорваться в дамке. Но мы легко выигрываем. Следующая позиция. Похожа на предыдущую. Но здесь уже ход белых. То есть в предыдущей позиции. Помните. Белые пошли БЦ3. Вот. И возникла бы та же самая позиция. Но здесь ход белых. И здесь у белых уже огромное преимущество. Это анализ гроссмейстера Зиновия Цирика. Белые проводят вот такой разменный вариант. ЕД4 играют. И СД6. Ну и у черных здесь дела плохи. Единственная ничья. Они бьют Е3 на С5. Единственный бой. И белые прорываются в дамки. Приходится отходить. Лучшего нет. Ну и здесь есть две атаки за белых. Можно пойти на поле Б4. Это наиболее серьезное продолжение. А если пойти на поле А3. Здесь довольно таки простая ничья. То есть черные просто сыграют БЦ3. Ну и на ход ЖФ4. Естественно нельзя пока играть СД2. Из-за простого удара по затылку. ФЖ3 и белые победят. Просто черные могут сыграть АБ6. Ну и допустим если белые играют дамкой на С1. Играем БЦ5. То есть рано или поздно белые нападут. Тогда черные отдадут. Шашку. И поставят дамку. С ничьей. Поэтому в этой позиции лучше сыграть на поле Б4. Это наиболее серьезное продолжение. Теперь у черных есть три хода. ЖФ6, АЖ5 и АБ6. Только один из них ведет ничьей. Проигрывает ход ЖФ6. Белые просто играют ЖФ4. И видите грозят сыграть ФЖ3. А если черные играют ФЖ5. Тогда они меняются. ФЕ3. Ну и здесь все быстро заканчивается. Например АБ6. Играем дамкой на Ф8. То есть видите не даем. Черным прорваться. Потому что нападем сзади и выиграем. А если черные играют шашкой на А5. Тогда просто играем на поле Д6. Ну и черным тут остается только сдаться. Так. Ход ЖФ6 проигрывает. Выяснили. Ход АЖ5 здесь также проигрывает. Нападаем на шашки черных сзади. Видите друзья. Важное правило. То есть шашки как правило очень уязвимы для атаки с тыла. В принципе это же шашки это миниатюрное сражение. То есть в бою также войска противника крайне уязвимы для атаки с тыла и с флангов. Приходится отходить ЖФ6. Тогда мы играем на поле А3. В чем идея. Видите. Черные не могут сыграть ДЦ3. Потому что снова получат по затылку. И белые выиграют. Поэтому остается играть только АБ6. Тогда уже нападаем. И выигрываем. Если же в этой позиции черные жертвуют шашку. Еще как-то пытаются сопротивляться. Видите. На такой ход мы просто отбросим черных. И обрежем их по большой дороге с выигрышем. А если черные допустим играют на А4. Здесь самый простой выигрыш такой. Играем ЕФ4. И на ход АЖ5. Уже такой дальний удар по затылку. Видите. Отдаем шашку. И вот так выигрываем. То есть в этой позиции правильно играть только АБ6. Этот ход ведет к ничьей. Но ничья здесь не такая простая. Белые играют. ФЕ3. И надо бить только АЖ на Ф2. Остальное проигрывать. Белые бьют на А7. Черные ставят дамку. И белые ставят дамку на поле А5. Надо отходить на поле А4 дамкой. Потому что белые грозили либо поставить дамку. Либо напасть по большой дороге. И белые здесь ставят дамку на поле А8. У черных есть снова 4 варианта ответа. ЖФ6. АЖ5. Сыграть дамкой на поле А6. И сыграть дамкой на поле А5. Первые 3 варианта проигрывают. Давайте рассмотрим их вкратце. Если черные играют ЖФ6. Тогда белые нападают дамкой на поле А3. И эта позиция выиграна. Например, черные отдают шашку. Бьем на поле А8. Ну и после хода АЖ5 играем дамкой А8 на Д4. Такой точный ход. То есть видите, мы не даем сыграть черным ЖФ4. Из-за того, что их дамка попадает, видите, в переплет. Так называемый прием. Если же черные играют, допустим, на поле. Ну естественно, тоже на Д2 нельзя. Видите, тоже выигрыш. То есть дамка здесь и шашка ограничены. Приходится играть, допустим, на поле А5. А здесь белые уже успевают провести шашку Ж1 в дамке. Допустим, ЖФ2. Видите, снова нельзя играть дамкой на Е1. Нападения нет. Из-за того, что дамка черных попадает в петлю. Видите. То есть простые идеи. Если же черные играют, ЖФ4, снова идет вот такой переплет. То есть снова дамка черных ловится. Простые идеи. Если же черные играют, допустим, на Д8. Тогда уже играем ФЕ3. Ну и на ход ЖФ4. Переводим дамку сперва на Д8. Ну и проводим шашку Е3 в дамке. Видите, нападения с поля Б6 здесь нет. Потому что дамка черных ловится и гибнет. Белые побеждают. Вот за счет таких простых идей, белые здесь выигрывают во всех вариантах. То есть мы выяснили, ход ЖФ6 ведет к поражению черных. Если черные играют, аж Ж5. Здесь вообще простой выигрыш. Ставим дамку на поле Е1. Ну и на любой ход. Пустим ЖФ6. Ловим дамку черной. С выигрышем. Если черные в этой позиции играют дамкой на поле Ф6. Тогда дамка черных снова попадает в переплет. Так называемый. То есть играем дамкой на Д8. Видите, по большой дороге нельзя играть. Потому что черным мешает своя же шашка на поле Ж7. Так называемый шлагбаум. Отдаем дамку и легко побеждаем. Если же черные играют дамкой на Х4, тогда нападаем с поля Е5. И снова здесь выигрыш. Допустим, черные отходят на Е1. Бьем на Х8. Черные играют на Ж3. И нападаем в поле Х4. Приходится, допустим, на поле Х2 играть. Тогда играем ЖФ2. И видите, шашка белых снова проводится в дамке. То есть, видите, нападения нет из-за петли вот такой. И черные проигрывают. Все это было проанализировано гроссмейстером Цириком детально. Но все-таки в этой позиции есть тонкая ничья. Надо сыграть дамкой на поле Ж5. Непонятный ход. То есть белые нападают по большой дороге. И здесь к ничее ведет только отход дамкой на поле С1. Белые бьют на Х8. Ну и тут становится понятен замысел черных. То есть они успевают пробежать своей шашкой Х6 на поле Х4. Ну и допустим, после хода ЖФ2 фиксируют. Видите, неудачное положение шашки Х2. Это позиция ничейная. Я не буду заострять внимание. Здесь тоже есть определенные нюансы. Но все-таки черные достигают ничьей. Следующая позиция возникла в партии Арустамов-Неймарк. Ход белых. У белых есть два хода. СБ4 и СД4. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. На самом деле положение белых довольно-таки тяжелое. И чтобы рассчитать ничью, надо рассчитать позицию на 14 ходов, друзья. То есть вот кто обладает точным расчетом, великолепная тренировка для вас сегодня будет. Проигрывает ход СД4. После этого хода черные побеждают во всех вариантах. То есть меняемся. ЕД6. Ну и на ход ДЦ5 играем ДЕ7. Белые жертвуют шашку ЕД4 и играют ДЕ5. Тогда здесь снова выигрывает. Помните прием присоска. Играем АБ4. Приходится бить на А3. Ну и тут все просто. Просто идем в дамки и черные побеждают. Выяснили ход. СД4 проигрывает. Поэтому в этой позиции правильно играть именно СБ4. Так и было в партии Арустамов-Неймарк. Черные бьют. И белые проводят комбинацию. СД6 и ЕД4. Приходится бить С на Е3. Тогда бьем Ф на Б4. Ну и после ФЕ5, БЦ5, ЖФ4. Снова присоска. Мы уже с этой стороны белых. СД6. Ну в эту сторону бить бесполезно на А2. Тут ничья идет. Видите, обоюдный прорыв дамки. Черным не победить. Так играть бесполезно. Если же черные в этой позиции бьют назад. Тогда бьем на Е5. И тут еще есть ловушка за черных. Играем АБ6. И у белых есть два ответа. ЕФ6 и ФЖ3. ЕФ6 здесь проигрывает. То есть после ЕФ6 черные играют СД6. Приходится меняться ФЖ3. Они играют БЦ5. Ну и после хода ЕФ4 играют СД4. Белые прорываются в дамки, но их позиция безнадежна. То есть после ФЖ5 и ФЖ7 играем ФЖ3 и выигрываем. То есть видите, шашки черных контролируют большую дорогу. И белые здесь достичь ничьей не могут. Черные проводят все три шашки в дамки и побеждают с помощью треугольника Петрова. А где же все-таки ничья? А ничья была такая. В этой позиции надо было не играть ЕФ6, а разменяться ФЖ3. Такой тонкий ход. В чем суть этого маневра? На ход БЦ5 играем ЕФ4. Ну и после хода ЦБ4 уже играем ЕФ6. Черные играют СД6, не дают белым пройти в дамки. Но здесь уже, видите, немножко другая позиция. То есть белые жертвуют шашку. Играют ФЖ7. И черные шашки здесь не могут контролировать большую дорогу, потому что на ход БЦ3 белые ставят дамку на поле Х8. Ну и достигают ничьей. Вот такая интересная позиция. Следующая позиция детально проанализирована чемпионом СССР Василием Соковым, ленинградским шашистом. У белых тяжелое положение и их спасает только комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белый. Белые жертвуют шашку СД4. Затем играют ФЕ5. И лучше всего черным побить на поле Д2. Здесь еще есть ловушка за черным. Белые наносят свой финальный удар. Но еще здесь надо защищаться внимательно. Черные ставят дамку на С1. Белые играют АБ6. Хотят провести вторую шашку в дамке и достичь ничьей. Черные этому препятствуют. Ставят дамку на поле Ф4. Ну и после хода БА7 ставят дамку на поле Б8. Белые играют дамкой на Б6. И хотят занять нижний двойник с ничьей. На ход ЦБ2 играем ЖХ2. И на ход Б1 на подстановку дамки уходим. Дамку на Ж1. Черные играют дамкой А1 на Е5. Белые бегают по полям Б6 и Ж1. Черные играют Ф4. Ну и в этой позиции надо сыграть дамкой на поле Ф2. Потому что черные грозили в этой позиции сыграть АЖ3. И вот здесь есть ловушка за черных. Черные играют БЦ7. Вроде бы подначивают белых. Вроде ставят дамку и ничья. Но на самом деле постановка дамки здесь красиво проигрывает. Дамку ставить нельзя. Черные проводят такую необычную комбинацию. Играют АЖ3. И куда бы белые не побили, они проигрывают. То есть если бьют дамкой на поле АЖ4, тогда черные отдают еще одну дамку, затем шашку и легко побеждают. Если же белые бьют, допустим, дамкой на поле Е5, тогда бьем в дамки и белые снова проигрывают. А ничья в этой позиции была такая. Ну можно было просто сыграть дамкой на поле Ж1. То есть с нижнего двойника черные здесь белых выкурить просто не могут. Ну и если черная игра, допустим, на поле Б8, снова играем Ж2 и ничья. Следующая позиция немножко напоминает предыдущую. То есть здесь снова у белых есть два хода. Это СД4 и СБ4. То есть, друзья, вот запомните, во всех позициях со связкой правого фланга всегда спасают, почему-то я заметил, закономерность ход СБ4. А вот СД4 всегда ведет к поражению. Давайте сперва рассмотрим ход СД4. Он здесь проигрывает. Это тоже анализ ленинградского мастера Льва Рамма. Черные меняются назад. Приходится играть ЕД4, черная игра от ЕФ6. Ну и здесь есть два хода. Если белая игра от Ж2, тогда черная игра от ДЦ5. Ну и белым здесь остается только сдаться. То есть, видите, на ход ФЖ5 уже просто бьем дамки. Ну и легко побеждаем. Если же в этой позиции белые играют ДЕ5, здесь черным надо еще поломать голову над выигрышем. Побили. И белые играют ФЕ3. Приходится бить Д на Ф2. И белые бьют назад. Кажется, что ничья неизбежна. То есть, на БЦ5 белые играют ЕФ2. И видите, нет хода СД4 из-за банального ФЖ3. И белые здесь даже победят. Но здесь черных выручает жертва. Шашка у них лишняя. Они играют ХЖ3. И побеждают во всех вариантах. Но бесполезно бить назад. Черные сыграют просто ДЕ5. И на любой ход, допустим, ФЕ3, рвутся в дамки. Здесь белые противостоять черным не могут. Если же белые бьют на поле Х4, тогда играем СД4. Ну и на ход ХЖ5 играем ДЕ5. ДЕ3 бой-бой. Ну и здесь черные побеждают. Допустим, ЖФ2, ДЦ5. Ну и на ДЦ3 можно напасть таким образом. Видите, отходить нельзя из-за того, что черные зайдут в любки и выигрывают. Потом снова зайдут в любки. Если же белые здесь попытаются разменяться, тогда бьем шашкой Ф4 на Д2. Ну и снова побеждаем. Если же в этой позиции белые играют, допустим, ФЕ3, тогда прорываемся в дамки ФЖ3. Белые играют ДЦ3 и грозят прорваться сами в дамки, поэтому надо напасть разок, СБ4. И пожертвовать шашку. СД4, ЖФ2, бой. Ставим дамку. Единственный ход СБ4. Тогда играем СД6. Ну и на единственный ход Б5 подрываем пункт Д4 и побеждаем. Друзья, мы выяснили, в этой позиции ход СД4 проигрывает. Надо играть только СБ4. СБ4 кажется опасным, то есть черные просто нападают на шашку, но оказывается здесь есть ничейная комбинация. То есть белые играют ЕД4. Теперь у черных есть два варианта боя. Если они бьют С на Е3, тогда бьем назад. Черные играют ФЕ5, ну приходится закрываться ЖХ2. Тогда играем, черные играют ЖФ4, мы играем ДЦ3. Черные пытаются выиграть. Допустим, жертвуют шашку ЕД4 и надо побить С на Е5. Черные здесь проводят такой ударчик. ФЕ3 и бьют на Ф2. Кажется, что белым не заборвать, но ничья здесь довольно-таки простая. Ставим присоску, так называемую, АБ6. Приходится бить С на С3, бьем на С7 и ставим дамку на поле Б8. Надо отходить, тогда жертвуют шашку. Ну и просто бегаем по полям H2 и Б8 туда-сюда. Это позиция ничейная. Если же в этой позиции черные бьют, допустим, на поле А3, тогда проводим вот такой размен ДЦ5. Как бы черные здесь не били, все сводится к этому варианту. Видите, у белых стоит угроза СБ4, поэтому приходится играть СБ6. Единственный код. Тогда играем ЕФ4, ФЖ5. Ну тут все форсировано уже. ФЕ5, ЖХ4, ЕД6, АЖ3, ДЕ7, ЖФ2. Белые ставят дамку на поле Д8. Приходится отходить Б5. Белые играют ДЦ5. Ну и здесь белые могут достичь ничьей очень красиво. Черные играют, ставят дамку на поле Е1. Вроде бы остается только сдаться. Ну, белые играют неожиданно СБ6. Здесь присоска. Видите, бить дамкой бесполезно. Вернее, шашкой бесполезно. Потому что белые побьют на поле А5. Поэтому приходится бить дамкой. Кажется, что белым, черным не сдобровать. Но на самом деле здесь и спасает такой тихий ход ДЦ7. Ну и куда бы черные не сыграли дамкой, мы затем меняемся СБ8 и бьем именно по большой дороге с ничьей. Вот это анализ, друзья, ленинградского мастера Рама. Тренера, чемпиона СССР Виктора Лепиновича и Ираиды Спаской. А также многих других мастеров и кандидатов в мастера. Следующая позиция очень часто встречается в игре. И ее важно запомнить. Ход черных. Напрашивается ход ЖФ6. БЦ5, видите, нельзя из-за ЕД4. И белые попадут в дамки неизбежно. А на самом деле здесь к ничьей ведет за черных только ход БА7. Давайте рассмотрим сперва ход ЖФ6. Так, хочется сыграть, но на самом деле это проигрыш. Белые меняются назад, СД4. Ну и на ход БЦ5 играют ДЦ3. Грозят напасть, поэтому приходится играть ФЕ5. Теперь белые играют СБ2. Ну и на ход БА7 играют БА3. Дальше все форсировано. АБ6, СБ4, ЕД4. Белые играют ЖН2. И черным надо жертвовать шашку ДЦ3. А затем отдавать еще две шашки. Белые бьют Е3 на Е7. Только этот ход ведет к победе. И у черных есть два боя. Если они бьют на Ж1, тогда после этого возможен выигрыш, как было в партии Матасов-Данилин 1961 года. Белые ставят дамку именно на поле Д8. Черные бьют. Другого хода нет. И белые играют ДЦ3. Теперь видите, черным дамку ставить бесполезно, потому что белые выиграют. Просто поставят дамку на Ф6 по большой дороге. Черные бьют. И белые прорываются на преддамочное поле. Следующим ходом поставят дамку на поле Б8 и выиграют. Поэтому черные здесь максимально еще сопротивляются. Играют БЦ5, отдают две шашки. Снова видите, дамку ставить бесполезно. Поэтому приходится играть АЖ5. Тогда играем Д на А7. Ну и после хода Ж4, белые красиво жертвуют шашку с выигрышем. АЖ3. Неожиданный ход. То есть видите, бить назад бесполезно, потому что дамка черных ловится. Белые побеждают. А если черные бьют вперед, тогда делаем выжидательный ход. Допустим, на Д4 можно сыграть. Куда угодно. У черных, видите, единственный ход. Они ставят дамку. Но тут белые красиво ловят обе дамки черных. И выигрывают с помощью запирания. То есть приходится черным бить. Тогда бьем на С5. И бьем затем на поле Ж1 с выигрышем. Такой симпатичный выигрыш. Так, рассмотрели первый вариант боя. Если черные в этой позиции бьют на поле С1, здесь уже я нашел интересные варианты, красивые. Здесь к выигрышу ведет ход именно сыграть надо дамкой на поле Д8. Все остальное ведет ничьей. Теперь у черных есть два хода. Но на Д2, видите, играть нельзя, потому что дамка черных здесь ловится. Просто отдаем шашку, затем еще одну и легко побеждаем. То есть так играть нельзя черным. Поэтому у черных здесь есть два варианта хода. Либо сыграть дамкой на Ж5. Но здесь выигрывает очень красивый ход. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белый. Играем ФЕ3. Такой ошеломляющий ход. То есть, видите, бить шашкой бесполезно. Черные проиграют. Бьем на Аш4. Ну и после хода ДЕ3 нападаем АшЖ3. Отъедаем шашку С7 и затем шашку Б6. Допустим, черные отходят. Пытаются пройти в дамки. И просто играем дамкой на поле А7 и побеждаем. На поле Ф2 нельзя было отходить черным, потому что мы бы тогда отдали шашку и просто напали бы с выигрышем. Если же в этой позиции черные бьют, допустим, дамкой, тогда играем ЖФ4. Ну и снова побеждаем за счет этой комбинации АшЖ3. И выиграем. Вот это уже мой анализ. Пошел. Также у черных в этой позиции есть ход АшЖ5. Ну тут ничего красивого. Просто техничный выигрыш. Играем ДЕ7. Ну и на ход СД2 играем ЕФ8. То есть грозим напасть с поля Аш6. Поэтому у черных ограниченный выбор ходов. Если черные играют ДЦ3, просто нападаем с поля Аш6 и выигрываем легко. То есть, видите, бьем либо таким образом следующим ходом, либо таким образом. Тут проблем с реализацией нет. Если же черные отдают шашку таким образом и нападают на нее, тогда здесь тоже снова единственный выигрыш. Играем ЕД6, только тальк. И бьем на С7. Ну и на ход СД4 просто ставим дамку на поле Б8. Бой-бой. Но это окончание выигранное. Можете, как говорится, тут уже сами разобраться. Тут ничего сложного нет с реализацией преимущества. Так, рассмотрели. Первый ход. ЖФ6. Он проигрывает. Ну, естественно, ЕД4 тоже нельзя. БЦ5 нельзя из-за ЕД4. И белые попадут в дамки неминуемо. Поэтому единственный ход в этой позиции Б7. Теперь белые меняются. СД4. Другого нет. И на ход БЦ5. Здесь можно, конечно, сыграть и, допустим, ДЦ3. Допустим, так, так. Разменяться. Ну, здесь позиция примерно равная. Ничего особенного нет. Если в этой позиции белые проводят комбинацию, тогда черные все-таки могут достичь ничей. Белые вроде бы попадают в дамки, но их дамка тут же ловится. ЖФ6. И в этой позиции важно побить именно назад. Если черные бьют назад, тогда ничья неизбежна. СБ2 или ДЦ3. Ну, и обе стороны прорываются в дамки с ничей. Нельзя было бить, конечно, вперед. Просто белые меняются до Е3 и легко побеждают. Допустим, АЖ3, ЕД4. Ну, видите, ЖФ2. Дамку не поставишь, потому что она будет тут же поймана. И черные проиграют. А если черные отдают еще одну шашку, тогда здесь уже черные, дамка черных будет зажата по двойнику. Белые отдадут шашку и выиграют. Вот такая поучительная позиция. Важно ее запомнить. Следующая позиция из партии ленинградского гроссмейстера, чемпиона СССР Виктора Сергеевича Литвиновича и чемпиона СССР белоруса Геннадия Хацкевича, автора книги «25 уроков шашечной игры». В этой позиции снова, друзья, вот в который раз уже СД4 проигрывает напрашивающийся ход, а к ничей ведет СБ4. Тут, кстати, уже у СБ4 есть, в принципе, идея. То есть, видите, после СБ4 мы грозим сыграть ЕД4 и прорваться в дамки. Вот такая идея. Ну, давайте сперва рассмотрим ход СД4. Он проигрывает. Черные делают единственный ход БА7. Ну, здесь он достаточен для выигрыша. АБ4. Ну, то есть, в изначальной позиции АБ4 тоже проигрывал. То есть, АБ4, допустим, БА7 и на ход СД4 снова выигрыш. Черные играют ЕД6. Ну, нападать так бесполезно. Просто черные выигрывают. То есть, на так уже просто сюда сыграем и выиграли. Тут ничей у белых нет. Поэтому белые играют БА5. Черные играют АБ6. Белые меняются ДЦ5. И черные играют БА5. Видите, охватывают позицию белых. СД4, АБ4. Ну, и на ход ДЕ5. Черные жертвуют шашку. И играют БЦ3. То есть, проходят дамки по большой дороге. Ну, и легко побеждают. Тут ничего сложного нет. Мы выяснили. Ход СД4 проигрывает. Надо играть СБ4. Видите, стоит угроза. Поэтому у черных есть два хода. Либо СД6, либо ЕД6. После ЕД6 белые меняются. БЦ5. Ну, и тут простая ничья. На ход ЖФ6 надо пожертвовать шашку. Ну, естественно, так играть нельзя. СД6 это проигрывает. Черные сами пожертвуют шашку. ФЕ5. И видите, здесь даже побеждают. То есть, на такой ход уже прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому в этой позиции правильно отдать шашку. И разменяться вот таким образом. Ну, и ничья неизбежна. Можете убедиться в этом сами. Затем разменяемся с ЖФ4. Ничья. Так, рассмотрели ход ЕД6. После хода СД6, это более сильное продолжение. Белым надо меняться. БЦ5. Другого нет. Ну, и тут у черных есть два варианта. Три варианта для продолжения партии. ЖФ6, БЦ7 и БА7. После хода БА7, друзья, вспомните. Ничего не напоминает. Помните, мы рассматривали эту позицию. Чья это позиция? Пожалуйста, назовите. Эта позиция была прононизирована гроссмейстером Цириком. То есть, вспомните, ЕД4. СД6. СД6. Бой. Бьем на Ф8. СД4. Играем дамкой на Б4. Ну и после хода АБ6 играем ФЕ3. Бой. Ставят дамку черные. Отходим. Ну и после отхода дамки на поле А4, прошу прощения. Играем АБ8. Единственный ход. ХГ5. ХГ5. Запомните еще раз повторение. Мать учения. Ну и на падение по большой дороге отдаем шашку. И фиксируем шашку Ф2. Вот таким образом. Это ничейная позиция. Вспомнили, наверное, да? Вот так. То есть Б7 здесь играть плохо. Выяснили. После хода ЖФ6 белые также могут достичь ничей. Играем ЦБ6. Ну и на ход ЕД6. Снова, видите, нельзя заходить в лютки. Это проигрывает. Черные жертвуют шашку. Ну и видите, здесь должны легко выиграть. Несмотря на лишнюю шашку, белые проигрывают. То есть 3 шашки черных надежно связали 5 шашек белых. Поэтому в этой позиции надо сыграть Б7. Ну и как бы черные не играли, здесь ничья. То есть на ход ФЕ5 играем ЖХ2. Допустим, ЕД4 побили, побили. Отошли. ЖФ4. Напали АЖ3. Снова отошли. Допустим, напали, побили. Просто ЕФ6. И на любой ход дамкой отдаем шашку и прорываемся в дамки с ничьей. Если же в этой позиции черные вместо ФЕ5 играют ДЦ5, тогда здесь такая ничья. Играем ЕД4. Приходится бить Ж на Е3. Бой. Черные прорываются в дамки. Белые жертвуют шашку и также ставят дамку. Здесь, видите, закрываться бессмысленно, потому что белые проведут вот такой ничейный маневр. Ну и черным здесь не победить. Если же отходить, тогда белые снова нападают. Надо отходить. Снова нападают. Надо отходить. И заходят в липки. С ничьей. Ну и наконец, самый главный вариант. Также в этой позиции был возможен ход БЦ7. Тогда здесь белые жертвуют шашку. ЕД4. И играют СД6. Другого нет. Черные бьют С на С3. Бьем Ф на Б2. Бой. Ну и тут белые шашки все-таки могут прорваться по левому флангу, правому флангу черных. Например, АЖ5, БЦ3, ЖФ6, ЕД4. Обе стороны проходят дамки и партия заканчивается ничьей. Именно так и было в партии Леденович-Хацкевич. Следующая позиция была детально проанализирована гроссмейстером Зиновием Цириком. Я ее уже подробно разбирал. Так что, кому интересно, кто еще не смотрел разбор данной позиции, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, там, по-моему, почти получасовой разбор идет. Уточнил, кстати, многие варианты. Тоже гроссмейстер Цирик там. Но он, видите, своей головой анализировал. Я-то с помощью компьютерной программы Тоша. Поэтому мне намного проще в этой позиции ход черных. Черные начинают и проигрывают. Важно запомнить эту позицию. То есть на ход Е-Д4 проводим вот такой удар Ф-Е5. Приходится бить Д на Д2. Бьем на Б8. Черные ставят дамку. И белые заходят в любки. Черным надо играть ДЕ3. Тогда бьем на Х-8. И после отхода черных на поле Д2 красиво размениваем дамку на шашку. Черные бьют и бьем именно назад. То есть, видите, дамка черных стеснена. Она не имеет ходов. Поэтому черным приходится жертвовать шашку. ЖФ-4. Тогда здесь такой выигрыш. Есть два хода. Дамкой сыграть на Ж5 либо Х-5. Давайте вкратце рассмотрим оба хода. Если черная игра от Х-5, тогда играем Ж-2. Приходится жертвовать шашку. Черная игра допустим дамкой на Ж-5. Сильнейшее сопротивление. Ну и здесь к победе ведет только ход С-Б-4. Точный ход. Черная игра дамкой на Д-8. После хода Б-Ц-5 игра Д-Ц-7. Белая игра от А-Б-4 и черные вроде бы достигают ничей. То есть видите они нападают самоограничение. Но белые щедро жертвуют шашку. Черные бьют и идут на преддамочное поле. Получилась позиция первого чемпиона Российской Империи Сергея Воронцова. То есть в этой позиции несмотря на то, что уязвима шашка белых Х-2 черные достичь ничей не могут. Ну здесь возможные варианты. Видите нападение нет С-4 из-за того, что белые отдают шашку затем играют дамкой на 5 и видите зажимают дамку и шашку черных. У черных нет ходов. Они проиграли. Такое позорное поражение плен. Видите. Также в этой позиции какие еще возможны ходы. Если допустим играют дамкой на поле А1 тогда играем дамкой дамку ставим на поле Д8 и грозим затем вывести шашки ЖФ4 ФЕ3 и построить петлю. Черные не могут сопротивляться то есть сыграть дамкой на 5 из-за красивого приема. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивый выигрыш белых. Кто не знает будет интересно если вы найдете выигрыш. Белые щедро жертвуют дамку и играют ФЕ3. Видите черным мешает своя же шашка на поле Ф6. Она здесь выступает шлагбаумом. То есть на любой ход отдаем шашку ЕД4 и ловим дамку черную с выигрышем. Вот черных они проиграли. если же в этой позиции черные просто бегают по большой дороге тогда строимся таким образом. Играем дамкой на А5 бегают по полям Аш8 и А1 черные. Играем на Д2 затем ДЕ3 не даем нападения с поля Ф4 и затем играем ЖФ4. Допустим на Аш8 бегают играем на поле С5 АЖ7 ФЕ3 ну и видите на большой дороге черным уже нельзя оставаться. То есть на любой ход допустим ЖФ8 ловим черных вот таким образом. Отдаем дамку затем ловим черных в петлю и выигрываем. Если же черные в этой позиции допустим играют ЖФ6 тогда уже играем дамкой на поле А3 снова видите нельзя занимать большую дорогу потому что отдаем дамку и загоняем черных в петлю с выигрышем. Если же черные в этой позиции играют АЖ3 тогда тут такой выигрыш. Ставим дамку на С1 затем играем ЕФ4 как бы черные не били допустим на Ж3 бьем на Ф4 и побеждаем. Вот эту позицию подробно разбирал Сергей Воронцов. Так также в этой позиции возможен ход дамкой на поле Ж5 здесь более сильное сопротивление единственный ход СБ4 только он ведет к победе ну и тут у черных есть два варианта для игры для сопротивления сыграть дамкой на Д8 тогда играем БЦ5 ну и на ход ДЦ7 играем ЕФ6 черные еще раз нападают СД8 отдаем шашку и идем в дамки если черные играют ЖФ4 тогда занимаем двойник ставим дамку на Б8 черные сопротивляются уходят на Х2 и играем ФЕ3 с угрозой поймать дамку черной ну и тут есть два хода на ход ЖФ4 играем ЖФ2 ну и видите если так то просто занимаем поле Х2 и если черные отдают шашки бьем дамкой именно не шашками а дамкой бьет с выигрышем если же черные меняются тогда просто играем ФЖ3 и побеждаем это анализ гроссмейстера Диновия Цирика также в этой позиции бесполезно играть ХЖ3 просто играем ЕД4 ну и на ход ХЖ5 играем АБ4 допустим ЖХ4 БЦ5 приходится жертвовать ЖФ2 побили ХЖ3 ЦД6 ну и черным некуда ходить на любой ход мы побеждаем допустим так так здесь можно наверное таким образом победить да две шашки легко выиграть здесь белые легко выигрывают допустим сюда не знаю может допустим поставить дамку так стоп тут еще аккуратно надо играть друзья а сюда нельзя играть получается вот на АБЛ ЦБ6 сыграть да вот тут уже выиграешь то есть на такой ход просто бьем на Б2 ой на H2 как говорится внимательней будь ладно также в этой позиции кроме хода дамкой на Д8 есть более сильное сопротивление это уже мои варианты пошли играем на поле Д2 приходится играть на А5 затем черные нападают с поля Е1 и здесь вот раньше рекомендовали играть Е6 а этот ход ведет ничей правильно здесь играть ФЕ3 ну и у черных есть два варианта для хода нельзя играть нападать дамкой с поля Ж3 потому что белые здесь ловят дамку то есть сыграем Ж2 побили и Е4 ну и здесь белые побеждают то есть приходится жертвовать шашку прорываться в дамке играем АБ6 АЖ7 ну видите мы успеваем занять белые большую дорогу провести все три шашки в дамке и белые побеждают с помощью треугольника Петрова также в этой позиции бесполезно играть АЖ5 тогда играем Е4 точный ход ну и на ход на нападение дамкой играем ДЦ5 только так теперь бьем именно на С3 на С5 ведет лишь к ничьей ну и тут все сходится в пользу белых допустим АЖ3 СД4 ЖФ4 АБ4 ЖХ2 БЦ5 ФЖ3 СБ6 надо жертвовать шашку ставить дамку ну дамка черных тут же ловится ДЦ5 и белые побеждают такой незамысловатый выигрыш то есть нападать бесполезно а если черные играют АЖ3 наиболее сильное сопротивление тогда играем ДЦ5 ЖФ4 нельзя играть из-за АБ4 и белые побеждают но тут есть более сильный вариант черные играют ЕД2 приходится играть ЕД6 черные играют ЖФ4 ну и на ход ДЦ7 играют ФЕ3 СБ8 надо отдавать шашку видите отходить нельзя потому что белые победят вот таким образом поэтому приходится отдавать шашку и черные проводят две шашки в дамке и владеют большой дорогой но здесь это окончание подробно анализировал нижегородский гроссмейстер Максим Федоров в своем трехтомнике энциклопедия Эншпиля вот как раз я в своем видео подробненько тут все окончания разобрал здесь белые побеждают во всех вариантах такой сложнейший энцпиль ну и последняя позиция на сегодня возникла в партии гроссмейстера Агафонова и мастера Бенинсона это анализ Виктора Литвиновича гроссмейстера и мастера Бенинсона 1969 год в этой позиции у белых есть два варианта хода БЦ3 и ДЕ3 подумайте как бы вы сыграли в этой позиции один ход проигрывает второй идет мячей довольно таки тяжелое положение у белых правильно играть ДЕ3 а БЦ3 проигрывает после БЦ3 черные жертвуют шашку и размениваются вот таким образом видите у белых здесь связка здесь связка то есть ходить некуда приходится жертвовать шашку таким образом ну и черные здесь просто занимают центр и легко побеждают можете в этом убедиться сами простой выигрыш поэтому в этой позиции правильно и было играть ДЕ3 только так теперь обратите внимание у черных есть два варианта хода ЕД4 и ФЖ5 ФЖ5 оказывается проигрывает потому что белые играют БЦ3 ну и на ход ЕФ6 играем СБ4 черные играют ЕД4 и эту позицию мы уже видели это была предыдущая позиция анализ гроссмейстера Цирика это проигрыш черных поэтому после ДЕ3 правильно играть только не ФЖ5 покажу красненьким это проигрывает а именно ЕД4 этот ход ведет ничьей теперь белым надо меняться БЦ3 черные играют ФЕ5 и белые играют СД2 черные играют ЕФ6 и белые играют ДЦ3 теперь если черные играют ФЖ5 эту позицию мы видели это анализ Василия Сокова то есть СД4 проводят белые комбинации ФЕ5 черные бьют на Д2 играем ЖФ4 и проводим свой финальный удар ну и далее поставили дамку белые пытаются провести дамку черные отрезают шашку от дамок белые достигают ничьей ставят дамку на Б6 черные проводят вторую дамку играем ЖХ2 ну и тут ловушка уже попробуйте вспомнить то есть на ход БЦ7 помните вспомните эту ловушку нельзя ставить дамку на Б8 надо играть дамкой на Ж1 то есть на такой ход играем АЖ3 ну и куда бы белые не побили они проигрывают правильно было играть дамкой на Ж1 так вспомнили варианты ну и наконец в этой позиции черные могут конечно оказать более сильное сопротивление можно конечно сыграть ФЖ5 можно напасть СБ4 а тут белым ничего сделать не так то просто надо играть ЕД4 затем БЦ5 и белым надо бить только на Б8 все остальное плохо черные ставят дамку и ловят дамку белых видите за счет шлагбаума на поле Ж3 ну и далее все таки белые достигают ничей СБ4 черные нападают надо отходить и нападают с поля Д6 ЖФ4 единственный ход надо отдать две шашки ну и на ход АБ6 черные играют дамкой на Ж3 обрезали белых по двойнику отдаем еще одну шашку и играем БЦ7 ну и тут простая ничья черные играют на Ж3 ставим дамку на Б8 видите белые грозят занять большую дорогу поэтому черным надо играть ЖХ2 другого нет тогда играем БА7 и снова грозим занять большую дорогу поэтому приходится играть на Е5 тогда белые снова нападают и видите возникает так называемый вечный шаг то есть черные снова отойдут на Ж2 и тогда белые играют БА7 с ничьей допустим сюда сюда ну и видите снова позиция повторилась друзья всем спасибо за внимание если понравилось данное видео ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно отвечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках и подписывайтесь на канал